Все поддельные двухтысячные купюры выявили в начале января. В Печоре фальшивку обнаружили в магазине при пересчете дневной выручки. В Ухте, прежде чем попасть в полицию, синяя бумажка побывала сразу в нескольких руках. Сначала ею расплатилась в магазине по проспекту Ленина неустановленная девушка, возможно, приезжая. В дальнейшем данной купюрой была дана сдача жительнице нашего города. Это факт подделки купюры жительница нашего города не заметила. Подарила ее своей дочери, а дочь пыталась расплатиться ей в магазине. Продавец проверил купюру на специальном приборе считывания купюр и обнаружил отсутствие некоторых знаков, подтверждающих подданность купюры. В Сыктывкаре поддельность двух купюр выявили специалисты банка, причем только при вторичном пересчете средств, которые привезли инкассаторы из магазинов. Распознать фальшивку, которая уже имела потертости, не мог даже специальный прибор-детектор. Сотрудник банка просто отложила эту ветхую купюру, а потом уже при окончании своей смены стали пересматривать все купюры, которые вроде бы как прошли устройство-детектор, но были признаны ветхими. Стали их просматривать и во втором случае таким образом была выявлена поддельная купюра. У всех выявленных фальшивок одна серия АА и похожие номера, меняются только две последние цифры девятизначного номера. Из отличительных особенностей на купюрах отсутствует металлическая ныряющая защитная нить, которая выглядит как пунтир и выполнена металлической краской. Цифры 2000 на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания иглой. Банкнота склеена из двух листов бумаги, поэтому более плотная на ощупь и расслаивается. По факту незаконного сбыта фальшивок возбудили уголовное дело. Полиция не исключает, что в коме могли осесть и другие подделки. Просто о них пока никто не знает. Поэтому стоит проявлять максимальную осторожность при расчете с наличностью. Продолжение следует...